Программа Американские перспективы Добро пожаловать на январские серии 1998 года колледжа Кальвина. Особое приветствие Си Спан, которые записывают сегодняшнее выступление, впервые в истории январских серий. Это первое событие наших серий из пяти. Произнесем молитву. Господь Всесоздатель, мы благодарим Тебя за данные нам разум и руки, чтобы создавать инструменты и технологии, с которыми мы понимаем, формируем и используем материалы Твоего творения, и которыми мы формируем самих себя. Дай нам мудрость использовать эти инструменты для высшей цели в соответствии с Твоей волей, чтобы они были нам в оздравии и не в болезни. Иисусу Христу, Господу нашему, аминь. Квентин Шульц, профессор коммуникации, искусства и наук, представит нашего сегодняшнего гостя. Наш гость – Нил Постман. Нил Постман повлиял на многих людей. Мой коллега по колледжу Кальвина, Рэндалл Байтверк, несколько лет назад пытался издать рукопись в научных журналах. И у него получалось, как это обычно бывает в академических кругах. Отправляет письмо – ответа нет. Иногда удивляешься, как вообще работает академическая среда. Потом он послал текст в журнал «Эдсеттера». Через две недели он получил рукописный ответ от редактора, Нила Постмана, где говорилось «Мистер Байтверк, ваша рукопись выйдет в следующем номере». Вот и все. Эта низкотехнологичная рукописная записка на время вернула профессору Байтверку веру в академическую систему. Нил Постман плодотворен, это как минимум. Среди его книг – «Обучение как подрывная работа», «Исчезновение детства», «Веселимся насмерть», «Технополие», «Как смотреть теленовости». В этом году выходит его 21-я книга – «Строим мост в 18-й век». Работы Нила Постмана яркие. Он получил награду имени Джорджа Орэлла за чистоту языка от Национального совета преподавателей английского языка. Доктор Постман – нью-йоркер, от и до. Он родился там. Получил степень доктора в Колумбийском университете. Он работает на факультете в университете Нью-Йорка уже 38 лет. Он всего один из 10 человек, удостоенных звания профессора университета Нью-Йорка. А теперь я рад заметить, что Кевин Костнер назвал и фильм в его честь. Итак, друзья, без промедления приступим. Нил Постман. Спасибо. Спасибо большое. Готовясь к своему выступлению здесь, я начал с допущения, что, как и многих других, вас волнует тот факт, что через пару лет мы вступим в новое тысячелетие. В дополнение к нашим компьютерам, у которых почти нервный срыв в ожидании 2000 года, звучит много речей о 21 веке, как он поставит перед нами совершенно новые проблемы, о которых мы мало знаем, но к которым, тем не менее, нужно тщательно подготовиться. Похоже, это волнует всех бизнесменов, политиков, теологов, преподавателей. Не сочтите за покровительственный тон, я хочу начать с того, что всех успокою. Я сомневаюсь, что 21 век поставит перед нами проблемы более ошеломляющие, дезориентирующие и сложные, чем проблемы этого века, или 19, или 18, или 17, или на много веков раньше. Но если кто-то чрезвычайно нервничает о новом тысячелетии, могу сразу начать с хорошего совета, как с ним справиться. Совет исходит от людей, которым можно доверять, и чья вдумчивость, можно уверенно сказать, превосходит президента Клинтона, Ньюта Гингриджа, и даже Билла Гейтса. Вот что сказал Генри Дэвид Торо. Все наши изобретения — это лишь совершенные средства достижения несовершенных целей. Вот что сказал нам Гёте. Человек должен каждый день постараться услышать песню, прочитать хорошее стихотворение, увидеть хорошую картину, и, если возможно, сказать несколько разумных слов. Сократ сказал нам, что непознанная жизнь не стоит того, чтобы жить. Раввин Гигель сказал, «То, что ненавистно тебе, того не делай другому». А вот пророк Михей, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Если бы у нас было время, я рассказал бы вам, хотя вы и сами хорошо знаете, что говорили Конфуций, Исайя, Иисус, Мухаммед, Будда, Спиноза и Шекспир. Одно и то же. Нельзя убежать от себя. Человеческая дилемма такая же, как была всегда, и будет заблуждением считать, что технологические перемены нашей эры превзошли мудрость веков. Тем не менее, говоря это, я отлично понимаю, что поскольку мы действительно живем в век технологий, у нас есть особенные проблемы, о которых мудрость веков не знала и не могла знать. Например, мы все знаем, что в прошлом году шотландские ученые успешно клонировали овцу. Кажется, ее зовут Долли. Другая группа ученых в Америке клонировала обезьяну, а ученик старшей школы, возможно, для популярности, утверждал, что клонировал левушку. Можно ожидать, и об этом мы уже читали на днях, не в этом году, так в следующем, клонирование людей станет реальностью. Можно сказать, мы имеем настоящую проблему 21 века. Было бы интересно поразмышлять, что бы сказали Иисус или Будда о таком достижении в репродукции человека. Но нам придется разбираться с проблемой без них. Но как? У кого есть приемлемый ответ? Вот ответ, который, думаю, большинство из вас сочтет неприемлемым. Клонирование людей открывает новую область, запасные части для человека. Вот как это будет работать. Как только кто-то рождается, делается его клон. Клон будет содержаться в особом, хорошо охраняемом месте, чтобы предоставить запасные части для оригинального человека по мере надобности. Если человек теряет почку или легкое в течение жизни, мы возьмем их у клона. Знаю, вы возразите, что клон, вообще-то, реальное человеческое существо. Но это только в том случае, если мы определим клон как человеческое существо. Нет ничего нового в том, что одни человеческие существа определяют другие человеческие существа как предметы, а не людей. Во всех случаях геноцида процедура именно такая. Олдис Хаксли писал о том, как это делается, хотя писал с иронией и горечью. В наше время Марвин Минский и другие работающие в области искусственного интеллекта предсказывали с большим энтузиазмом, что люди станут лишь домашними животными своих компьютеров. Так что определение слов ценность и способность для человека изменится. Надеюсь, вы думаете, что мое предложение просто плохая шутка и серьезное подобное предложение продукт извращенного ума. Конечно, я согласен с вами. Но в ту эру, где мы живем, трудно не быть извращенным. Вот, например, несколько предложений из очень популярной книги «Цифровое бытие» Николаса Негропонти, который, что неудивительно, является профессором Массачусетского института. Он говорит, я цитирую, «В следующем тысячелетии мы обнаружим, что столько же или больше говорим с машинами, чем с людьми. Похоже, что беспокоит людей больше всего, пишет он, это осознание разговора с бездушной вещью. Негропонти предвидит времена, когда мы сможем говорить с дверной ручкой или тостером, и предсказывает, что тогда это покажется нам не более дискомфортным, чем разговор с автоответчиком. Он ничего не говорит о том, насколько мы изменимся, разговаривая с дверными ручками, поскольку мы уже изменились, разговаривая с автоответчиками. Негропонти волнуется лишь о том, чтобы мы адаптировались к нашему технологическому будущему. Он не пишет про психический или социальный смысл адаптации. Люди вполне способны адаптироваться ко всему. Солдаты адаптируются к убийству. Дети адаптируются к жизни без отца. Женщины могут адаптироваться к абьюзу. Я не сомневаюсь, что мы сможем адаптироваться к разговору в основном с машинами, а не с людьми. Возможно, нам это даже больше понравится. Но адаптацию нельзя приравнивать к нормальности. Можно иметь целую нацию адаптантов, при этом совершенно ненормальных. Все, кто жил в этом веке, вряд ли смогут это отрицать. Однако, сегодня в мои намерения не входит произносить речь в стиле Кассандры. Знаю, вас это обрадует. Ровно наоборот. Моя вещь посвящена вопросу, как остаться нормальным в бешеном, разогнанном технологическом обществе. Я надеюсь, в этом вам помогут мои шесть вопросов, ответы на которые могут пролить свет на то, как технологии вторгаются в культуру. Как я понимаю, вопросы можно применять на двух уровнях, двумя способами. Можно задавать их самому себе, о своей жизни в отношении к технологии, а можно задавать их по отношению к обществу в целом. То есть, у вопросов может быть политическое измерение. Когда я закончу, если останется время, и если вы захотите, я с радостью расскажу, как я применял эти вопросы в своей собственной жизни. Возможно, вам это будет интересно, поскольку, как видите, я в высшей степени нормален. Вот мои вопросы. Первый вопрос нужно задавать, когда вам рассказывают про новую технологию. Например, интерактивное телевидение, виртуальную реальность, телевидение высокого разрешения, информационное супершоссе и так далее. А вопрос такой, в чем состоит проблема, решением которой является данная технология? Этот вопрос нужно задавать, потому что бывают технологии, которые не являются решением ни для какой проблемы, такой, чтобы нормальный человек счел ее значимой. Хотя вице-президент Эл Гор, конечно, нормальный человек, у меня вызывают скептицизм, даже его резоны, для миллиардных затрат на построение информационного супершоссе. Он повторяет, что супершоссе предоставит каждому доступ к 500 или даже 1000 телевизионных каналов. Так что я обязан спросить. Это является проблемой, которую большинство из нас жаждет решить? Ее вообще нужно решать? Считаем ли мы, что доступ к 40 или 50 каналам, как у нас сейчас, неадекватен? И что мы не можем достичь наполненной жизни, если не сможем выбирать из тысячи станций? В чем здесь решаемая проблема? В чем бы она ни была, нам нужно спрашивать об этом и смотреть на это скептически. Хороший пример, кстати, когда такой скептицизм был применен с пользой, касается вопроса, поднятого несколько лет назад. политического вопроса, как выяснилось. Должно ли американское правительство субсидировать разработку сверхзвукового пассажирского лайнера? Британцы и французы уже их построили. И в залах Конгресса, и не только, пошли серьезные дебаты, нужно ли нам построить и свой. Так что был задан вопрос, в чем проблема, которую решает сверхзвуковой лайнер? Ответ, долететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес занимает 6 часов на Боинге 747, а на сверхзвуке можно долететь за 3. Рад сказать, большинство американцев не сочли это достаточно серьезной проблемой, чтобы вкладывать огромные деньги. Кроме того, некоторые американцы задали вопрос, что мы будем делать с сэкономленными тремя часами? И ответ был, вероятно, мы будем смотреть телевизор. Так что было сделано предложение поставить телевизоры на Боинг 747 и таким образом сэкономить миллиарды долларов. В дополнение к этому был задан еще один вопрос. Прежде чем я продолжу, я обязан упомянуть вот что. Два года назад я пошел покупать машину Хондо Аккорд. Мне сказали, что это очень хорошая машина. Когда я пошел покупать, продавец сказал мне, что у нее есть Круз Контроль, за который нужно заплатить. И я спросил его, в чем проблема, которую решает Круз Контроль. Он сказал, никто его раньше об этом не спрашивал. А потом сказал, это проблема держать ногу на педали газа. Я сказал, я вожу уже 30-35 лет и никогда не видел в этом проблемы. Он сказал, что в машине электрические стеклоподъемники. И вы знаете, что я его спросил. В этот раз он был готов. Он сказал, это проблема делать вот это или, что хуже, это. Я сказал, что не вижу в этом проблемы. А кроме того, я академик, живу малоподвижно и немного упражнений там и тут не помешает. Я купил Хондо Аккорд с Круз Контролем, с электростеклоподъемниками, потому что эту машину нельзя купить без них. Это стоит отложить в памяти, потому что многие говорят, новые технологии всегда увеличивают количество возможностей. И часто это так. но так же часто они уменьшают количество возможностей. И об этом стоит помнить, когда думаем о новых технологиях. Вот еще вопрос, который, думаю, нужно задавать в продолжение к первому. После того, как мы ответили на вопрос, в чем проблема, которую решает некая технология, думаю, нужно спросить, чья это проблема. В случае сверхзвукового лайнера проблема добраться в Лос-Анджелес или Лондон быстрее, чем Боинг 747 в основном была проблемой кинозвезд, рок-музыкантов и высшего менеджмента. Вряд ли проблемой, решение которой большинство американцев сочли бы значимым, если это стоит дорого. Но этот вопрос, чья это проблема, нужно задавать про любую технологию. Большинство технологий решают какие-то проблемы, но это может не быть общей проблемой или даже проблемой большинства. Нужно тщательно определить, кто выиграет от технологии и кто будет за нее платить. Это не всегда одни и те же люди. Но представим, что мы нашли технологическое решение для проблемы, которая касается большинства. И подошли к третьему вопросу. Он таков. Предположим, мы решили проблему и решили ее обдуманно. какие новые проблемы могут возникнуть вследствие того, что мы решили эту проблему. Автомобиль решил очень важные проблемы для большинства людей, но в процессе отравил наш воздух, задушил города пробками и поучаствовал в частичном уничтожении нашего природного ландшафта. Антибиотики, конечно, решили очень серьезные проблемы почти для всех людей, но в процессе привели к ослаблению того, что мы называем иммунной системой. Телевидение решило несколько важных проблем, но в процессе изменило природу политического дискурса, привело к существенному снижению грамотности и даже сделало традиционный процесс социализации детей трудным, если не невозможным. Сомневаюсь, что можно назвать хоть одну технологию которая не породила бы новые проблемы в результате решения старой проблемы. Конечно, иногда очень трудно предсказать, какие новые проблемы появятся в результате технологического решения. Бенедиктинские монахи изобрели механические часы в 13 веке, чтобы быть более точными в исполнении канонических молитв, которые им нужно было произносить семь раз в день. если бы они знали, что механические часы будут использованы купцами для установления стандартизированного рабочего дня, а затем стандартизированного продукта, то есть, что часы будут использоваться как инструмент зарабатывания денег вместо богослужения, монахи могли бы решить, что их солнечных часов было вполне достаточно. Если бы Гутенберг предвидел, что его печатный пресс с подвижными матрицами приведет к расколу церкви, он точно использовал бы свой старый винный пресс для изготовления вина, а не книг. Возможно, в 13 веке имело не такое большое значение, что у людей не было технологического видения, возможно, даже и в 15 веке. Но в технологическом обществе вроде нашего мы не можем больше позволять себе идти в будущее с плотно закрытыми глазами. Нужно с открытым сознанием размышлять о негативных вариантах. Но, как я уже сказал, это непросто знать, какие проблемы создаст новая технология. Чтобы дать интересный содержательный ответ на подобный вопрос, нужно знать историю технологии, социальный эффект технологии и принципы, по которым происходят технологические перемены. Обо всем этом, к сожалению, американцы знают мало. Например, среднеамериканец, закончивший колледж, не может ответить с точностью до тысячи лет, когда был изобретен фонетический алфавит, или, с точностью до 500 лет, когда был изобретен печатный пресс с подвижными матрицами, и тем более не скажет ничего разумного о социальных и психических эффектах этих изобретений. С этим нужно что-то делать в ближайшие годы. Но недостаточно рассуждать только в общем и целом о цене технологии. Чтобы сфокусироваться в рассуждениях, нам нужно задать четвертый вопрос. Вот такой. Какие люди и институты могут серьезно пострадать от технологического решения? Между прочим, именно этот вопрос дал импульс движению луддитов в Британии с 1811 по 1818 годы. Люди, которых мы называем луддитами, были мастерами ручного труда в производстве тканей в те времена, когда механизация вступила в права и устанавливалась система фабрик. Они очень хорошо знали, какие преимущества механизация принесет большинству людей. Но они также ясно видели, что это разрушит устройства их жизни, особенно жизни их детей, которых использовали на фабриках практически как рабов. Они сопротивлялись технологическим переменам простым и в конечном счете бесполезным способом разбивали в куски индустриальную машинерию. И они продолжали это делать, пока их не сажали в тюрьму или не убивали британские солдаты. Никто не знает, откуда появилось слово «луддит», но оно стало обозначать человека, сопротивляющегося технологическим переменам любым образом и обычно используется как оскорбление. Почему так кажется загадкой? Потому что только глупец не знает, что новые технологии всегда производят выигравших и проигравших. И нет ничего иррационального в сопротивлении проигравших. Билл Гейтс, который, конечно, выигравший, знает об этом. И поскольку он не глуп, его пропаганда постоянно внушает, что компьютерные технологии никому не могут навредить. это нормально для выигравших. Они хотят, чтобы проигравшие были благодарны и имели энтузиазм, и особенно, самое-самое главное, не понимали, что они проигравшие. Возьмем учителей как пример проигравших, которые думают, что они выигравшие. Думаю, вы согласитесь, если я скажу, что нам нужно больше учителей, а тем, что есть, стоит платить больше. Вы, скорее всего, согласитесь, что школьные советы сопротивляются дополнительному найму учителей и увеличению их оплаты, и постоянно жалуются на недостаток средств. Несмотря на это сопротивление и жалобы, факт в том, что школьные советы собираются потратить миллиарды долларов на компьютерные технологии и сети и по совершенно неясным причинам. Не существует никаких доказательств, что компьютеры или интернет или любые другие варианты компьютерных технологий могут сделать для детей что-то такое, чего не может сделать хороший, хорошо оплачиваемый и неперегруженный учитель. Так где протест учителей? Они проигравшие в этой сделке и серьезно проигравшие. Вот, например, объявление об оскорблении учителей. я мог бы привести много таких, но этот из Вашингтон-Пост за июнь 1996 года. Цитирую. «Штат Мэрилин планирует в этом году подключить все публичные школы к интернету, как часть проекта на 53 миллиона долларов, чтобы дать ученикам доступ к разнообразной информации через компьютер, интернет-терминалу. Заявил вчера губернатор Пэрис Гленденнинг». Я все еще цитирую. «Несмотря на противоречивые отзывы от наших аналитиков, изучавших использование компьютеров в школах, план предусматривает, что все 1262 публичных школы до зимы получат минимум по два компьютерных интернет-терминала, и что по 3-5 таких терминалов появятся в каждом классе в течение пяти лет». Конец цитаты. Губернатор Гленденнинг называет это «важной и большой инициативой и ожидает дополнительно десятки миллионов долларов пожертвований от частных корпораций». Так что общая сумма расходов за этот год будет почти 100 миллионов долларов. Вот его объяснение причин. Я снова цитирую. «Доступ к информации — это первый главный шаг к пониманию и улучшению мира, в котором мы живем». Конец цитаты. Оставим в стороне, что в лучшем случае это утверждение спорно, а в худшем — нонсенс. Также оставим в стороне, что даже если утверждение губернатора верно, у американских учеников уже в избытке хватает источников информации, им не требуется многомиллиардных инвестиций, чтобы быть хорошо информированными гражданами. Оставив все это в стороне, вы согласитесь со мной, что следующее гипотетическое заявление, которое я выдумал, было бы лучшей новостью и более рациональным и для учителей, и для учеников. Цитата. Я цитирую свое собственное заявление. Штат Мэриленд собирается потратить 100 миллионов долларов на увеличение количества учителей, на увеличение зарплаты учителей и на уменьшение учительской нагрузки. Губернатор Глен Деннинг заявил, это первый главный шаг к тому, чтобы обеспечить школьникам более внимательное, целостное и креативное образование. Конец цитаты. Думаю, большинство учителей поддержало бы такое заявление, но их почти не слышно. По факту, многие учителя в восторге, в полном восторге от 100 миллионных инвестиций в компьютерные терминалы. Билл Гейтс обожает эту разновидность глупости. Вот пятый вопрос. Какие изменения в языке происходят из-за новых технологий? Что приобретается и теряется при этих изменениях? Уверен, вы согласитесь, что какой бы новый носитель не появлялся в жизни, без языка обойтись невозможно. и это серьезный вопрос, когда появляются новые значения или теряются старые. Задумайтесь, например, как слова «сообщество» и «разговор» применяются пользователями интернета. Пару лет назад меня спросили, готов ли я поговорить с Эймором Паппертом. Он выдающийся технофил из МИТа. Написал несколько хороших книг по теме. Я сказал «Конечно, буду рад. Когда он будет в Нью-Йорке?» Мне говорят «Он не поедет в Нью-Йорк. Он в отпуске на мысе Кот». Я говорю «Я не планирую ехать на мыс Кот, мне говорят «Вы не поняли, это будет по имейлу». Я говорю «Это не разговор». Имейл — это когда двое печатают сообщения друг к другу. вы согласны? То есть два человека, печатающих сообщения друг к другу, в этом нет ничего похожего на разговор. Или как минимум очень мало похожего. Я сказал, что согласен, но чтобы они не смели называть это разговором, говорю, «Вы можете сказать, постман и паперт напечатали эти сообщения друг другу». И можете это издать. А что касается слова «сообщество», как оно используется в интернете, посмотрите внимательно, потому что оно используется в смысле, почти противоположном обычному смыслу. Большинство людей, когда говорят, что они вступили в сообщество в интернете, имеют в виду, что они объединились с людьми с похожими интересами. Более традиционное значение слова «сообщество», сдается мне, это люди, у которых не обязательно общие интересы, но которым нужно договориться и приспособить свои различия ради социальной гармонии. Так что это почти противоположное значение. Подумайте, как мы поменяли смысл политических дебатов. Возможно, самая интересная перемена. Если использовать дебаты Линкольна и Дугласа как пример, вы знаете, что довольно типичным было Линкольн выступал три часа, Дуглас три часа, потом у Линкольна был час на ответ. Потом они едут в Спрингфилд или еще куда, там наоборот. Дуглас три часа, Линкольн три часа и у Дугласа час на ответ. Наша версия такая. Барбара Уолтерс говорит «Этот вопрос вам, сенатор Доу, после чего у президента Клинтона будет две минуты на ответ. Как вы думаете, в чем причина проблем на Среднем Востоке и как нам их решить?» Смеемся над собой, потому что наутро мы говорим друг другу. «Ты смотрел дебаты вчера?» Нужно думать о том, как новые технологии меняют значение слов. Например, «прямая демократия». Недавно я обозревал книгу «Электронная республика», и автор утверждал, что новые технологии устранят представительскую демократию, потому что можно будет мгновенно делать референдум по всем вопросам. Так голосующие будут прямо решать, вступать ли в НАФТО, послать ли войска в Боснию или сделать импичмент президента. Сенат и Палата будут не нужны. И это, как говорит автор, «прямая демократия в точности, как в Афинах в V веке до н.э. Я не возражаю против заимствования фразы из старой медиа-среды, чтобы концептуализировать новые веяния. Мы все время так делаем, но тут есть свои риски, и нужно обращать на это внимание. Называть поезд железным конем, как мы это делали, весьма колоритно, но это маскирует самые значительные различия между поездом и лошадью с повозкой. термин Использовать термин электронное городское собрание аналогично маскирует разницу между собранием граждан 18 века лицом к лицу и упакованным телевизионным псевдособытием. Использовать термин дистанционное обучение для обозначения переписки по имейлу между учеником и учителем. В этом может быть какой-то смысл, но это маскирует тот факт, что чтение книги лучший пример дистанционного обучения, потому что чтение не только побеждает расстояние и соприсутствие, но и время. А что касается прямой демократии, нужно очень напрячься, чтобы найти хоть что-то общее между политикой пяти тысяч однородных, хорошо образованных афинян-рабовладельцев и двухсот пятидесяти миллионов американцев, голосующих на референдуме еженедельно. И думаю, опасно позволять языку смешивать их. В общем, вот последний вопрос. Вы поймете, что она относится к предыдущим, но я присвоил ему особый статус из-за его важности. Вопрос такой. Какие люди и институты получают особую экономическую и политическую власть из-за технологической перемены? Этот вопрос нужно задавать, поскольку трансформация технологии в носитель среду, эксплуатация технологии всегда приводит к перераспределению экономической и политической власти. Я говорю это не для критики кого-либо, а как факт. Новый носитель создает новые рабочие места и устраняет старые. Новый носитель превозносит определенные навыки и умаляет другие. Например, Рональд Рейган не мог бы стать президентом без телевидения. Это человек, который редко изъяснялся точно и никогда изящно. Однако его называли великим коммуникатором. Почему? Потому что он был волшебен на экране. Его телевизионный имидж давал чувство подлинности, интимности, заботы, традиции. И не имело большого значения, согласны ли граждане с его словами, или понимали ли вообще его слова. Телевидение дает власть одним, а у других отнимает. Это верно про все важные носители. И этот факт всегда хорошо понимали предприниматели-интеллектуалы, которые видят новые возможности при появлении новых носителей средств. Поэтому предприниматели в медиа это самая радикальная сила в культуре. Они заинтересованы в максимизации прибыли с нового носителя и обычно особо не думают о крупномасштабных культурных эффектах. Главными радикалами Америки всегда были предприниматели. Морзе, Белл, Эдисон, Сарнов, Дисней. Эти люди создали 20-й век, как Билл Гейтс и прочие создают 21-й. Не знаю, что можно сделать для модерации культурных перемен, которые принесут медиа-предприниматели, но граждане должны знать, что происходит и внимательно следить за этими людьми. Я мог бы предложить много других вопросов, но пока остановлюсь на этих шести. В чем проблема, решением которой является технология, чья эта проблема, какие новые проблемы появятся из-за решения старой, какие люди и институты больше всего пострадают, какие изменения в языке происходят в результате технологической перемены, какие появятся новые источники экономической и политической власти. в результате. Моя финальная мысль надеюсь, вы не думаете, что вопросы, которые я предложил, представляют взгляд определенной политической идеологии. Как я их вижу, или по крайней мере хотел бы, чтобы их так было видно, это не вопросы радикалов, либералов, консерваторов или любых других политиков, включая луддитов. Ответы, которые даются на эти вопросы, могут иметь идеологическую окраску. эти вопросы для всех, кто хочет начать понимать носителей среды. Надеюсь, вы отнесетесь к ним так же серьезно, как я. Большое спасибо. Мне говорят, у нас есть минут десять или больше для ваших вопросов, комментариев и комплиментов. Буду рад ответить. Вижу кого-то. Есть микрофон? Да. Ваша книга о публичном дискурсе в век шоу-бизнеса и об электронных медиа, о коммерциализации информационного, политического и религиозного диалога, что электронные медиа необратимо изменили наше символическое окружение и что большая часть диалога зависит от метафоры среды. Вы могли бы высказаться о том, как это влияет на наш религиозный дискурс. Кто вы? У меня есть в каком духе вы задаете этот вопрос? У меня есть глава в книге, что вы держите. Кажется, глава называется «Переключаемся на Вифлеем». Там я высказываю мысль, говоря в основном о телевидении, что телевидение в целом враждебно идее религии. По многим причинам, но одна из них в том, что телевидение поощряет богохульство. Кто постарше в аудитории помнит, что был на телевидении католический священник, епископ Шин. Помните епископа Шина? Он был красив, очень драматичен и харизматичен. И, может быть, за исключением шоу Милтона Борроу, его программа была самой популярной на телевидении того времени. Его убрали с эфира. Убрало не телевидение, а церковь, потому что люди начали любить епископа Шина больше Иисуса, больше Бога. У телевидения есть такая сила создавать иконы. Шина сняли с эфира, услали не знаю куда, вроде в Рочестер в Нью-Йорке. Больше о нем не слышали. Билли Грэм это огромная тема. Иисус сказал, помните, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них. Билли Грэм думает, где 30 миллионов человек соберутся во имя Иисуса, там Билли Грэм среди них. Буду краток, поскольку времени у нас мало. Вот что я хотел сказать. В первую очередь, телевидение всегда старается дать людям то, что они хотят. А религии со стажем так не делают. Религия дает людям то, что им нужно, не то, что они хотят. И получается столкновение двух разных институтов. И если посмотреть на религиозные программы на телевидении, в основном они делаются евангелистами, они делаются как и любое другое шоу. Все организовано как телешоу, как, кстати, и наши новостные программы. Мне давно интересно, может мне кто-то объяснить, буду благодарен, зачем в новостных программах музыка? Вам никогда не казалось это странным? Вам собираются рассказать историю о землетрясении в Чили, о большом пожаре в Чикаго, и все это начинается с музыки, которая звучит все шоу, как тема. Это просто вопрос, я не знаю ответа. Кто-то еще? Да, сэр. В книге Технополия вы говорите, что суд один из последних заповедников, где могут исключать слишком фрагментированную информацию. В контексте дела О'Джей Симпсона это все еще так? Это вопрос о дискуссии в другой моей книге Технополия дискуссии о судах где я привожу пример что зал суда это место где очень тщательно регулируется какая информация допускается а какая нет поэтому адвокат вскакивает и говорит Ваша честь я протестую человек не должен об этом говорить а судья решает разрешить или нет а вопрос про суд О'Джей Симпсона вы читали его самое свежее заявление интервью кажется в ярмарке тщеславия если бы я убил ее это было бы потому что я любил ее слишком сильно давайте просто перейдем к следующему слайду вот мой очень личный взгляд если вернуться на пять лет назад штат нью-йорк был одним из трех четырех штатов которые запрещали телекамеры в зале суда законодатели Нью-Йорка приняли так называемый закатный закон это закон который действует ограниченное время в данном случае полтора года так что на полтора года в штате нью-йорк телекамеры были разрешены в зале суда потом губернатор марио комо создал комиссию чтобы изучить последствия меня назначили в эту комиссию мы изучили провели интересное исследование причины для разрешения камер названные законодателем были такие американцы недостаточно знают и недостаточно уважают нашу судебную систему если разрешить обычному человеку посмотреть на суд его знания и уважения вырастут теперь врезка по теме конечно через полтора года мы выяснили что никто не стал знать больше и уважение не выросло на самом деле уважение упало но люди которых мы опрашивали знали разные факты например могли сказать я знаю что адвокаты это офицеры суда ух ты это правда откуда вы знаете и они говорили из шоу закон и порядок или другого телешоу про закон и порядок они все время говорили мы выяснили хоть это и ужасает конечно что каждый третий из опрошенных это в нью-йорке уверен в мичигане не все иначе каждый третий из тех кто был в роли присяжного это важно каждый третий бывший присяжным не знал что человек считается невиновным пока не будет доказана его вина это нас ужаснуло поскольку в любом уголовном деле это первая фраза которую судья говорит присяжным в конце мы проголосовали комиссия проголосовала против телевидения в судах когда закон истек законодатель был впечатлен нашими доводами но сказал давайте примем закон еще на год еще изучим потом и этот закон истек а потом нам сказали и фиг с ним пусть будут телекамеры так что теперь в нью-йорке уверен в мичигане также у вас можно снимать в суде думаю еще есть время на один вопрос я там видел кого-то на балконе на балконе спасибо как обучить людей и школы разве это не самая американская вещь если есть нетерпимость пусть школы обучают толерантности если подростки разбивают машины пусть обучают безопасному вождению если молодые женщины беременеют вне брака пусть будет сексуальное образование мы американцы любим передавать все эти проблемы школам и чаще всего это не особо работает но в данном вопросе это единственное что приходит в голову если бы у нас в стране была серьезная программа по медиаграмотности изучение медиа называйте как хотите чтобы начиналась в младших классах и продолжалась до университета тогда можно получить популяцию знающих людей с перспективой о медиа и технологиях полезны для жизни граждан если этого не произойдет то как вы подразумеваете будут последствия наша гражданская жизнь будет в руках руперта мердока теда тернера и прочих это не значит что они обязательно плохие люди но кстати финальная мысль у нас в нью-йоркском университете была недавно конференция медиа и демократия и в комитете был мы его только что наняли украли его из университета Джонса Хопкинса хороший критик медиа Марк Криспин Миллер который присоединится к нашему факультету в этом семестре и в комитете был Уолтер Айзексон редактор журнала Тайм пока шло обсуждение Марк поставил такой стенд он был накрыт тканью никому не было видно что там и он обвинил Айзексона кто владеет Тайм Тайм Уорнер, так? и они снимают кино как вы знаете они сняли фильм Твистер кто нибудь его видел? и так Марк Миллер сказал Айзексону одна из проблем в изучении медиа одна из причин для волнения что журнал вроде Тайм которым владеет Тайм Уорнер будет продвигать и нахваливать фильмы сделанные головной компанией Айзексон отрицал все очень яростно тогда Миллер подошел к своему стенду и там рядом были обложка журнала Тайм и большой постер Твистера и картинка была одна и та же Многие подумали что это был грязный ход но было приятно что он это сделал это действительно проблема кстати, Марк Миллер проделал отличную работу опубликованную в журнале Нейшнл на тему кто чем владеет не только на телевидении но и в музыкальной индустрии в индустрии кино и так далее так что это серьезная проблема но я думаю что если бы мы очень серьезно отнеслись к этим проблемам сделали бы так чтобы их серьезно обсуждали молодые люди то получили бы популяцию очень понимающих людей и тогда не пришлось бы об этом всем так волноваться большое спасибо на этот вопрос можно также ответить людям стоит больше читать книги Нила Постмана так что они есть у нас там позади выходите через любую сторону также есть пленки я прямо чувствую себя телеевангелистом есть пленки с лекциями думаю сегодняшняя речь ближе всего относится к книге Технополия и она у нас тоже есть Нил Постман спасибо большое перевел и озвучил Сергей Махров 2019 год